Всем привет, друзья! У нас сегодня 28 сентября. Первое домашнее дерби. Играем мы со Спартаком. А у нас, как обычно, сегодня очень-очень много активностей. Новые интерактивы. И у нас добавился бутбуланский шатер. А еще сегодня две группы. И с кем-нибудь из них мы обязательно пообщаемся. Погнали! Рассказывай, кто у тебя тут у нас на кемочке? Дмитрий Воробьев. Все нормально, да. Илья Самошников, Тимур Сулейманов, Илья Ландратов. Так. А расскажи секрет, вот как ты добываешь эти автографы? Где ты их находишь, игроков? Вон там. А, после игры или перед игрой? Перед игрой. А есть какой-то автограф, который еще не получил, но очень хочешь получить? Ну, еще капитана не получила. Баринова? Да. Но это сложно, да. Я бы хотела очень помочь с автографом, но это Баринов. И у нас теперь постоянная активность. Это вот такие машинки. На дне железнодорожников я уже каталась на ней. Вот, искренне рекомендую. Я справилась. Она мать. Спасибо большое. Спасибо за эту поездку. Тем более те, кто водит или учится, вообще очень понравится. Там начальство идет. Пойду поздороваюсь. Мне нравится тенденция, что наше руководство ходит по стадиону. И как будто бы достаточно открыто из-за этого мы. В плане креатива немножечко, чтобы не МС точно понял. Все, желаю разобрать эту футболочку. Спасибо большое. Если что, это на удачу будет. Все. Года три назад я увидела такую штучку и тоже начала такие браслетики плести. Ну, а потом закончила быстро. Ну, а теперь? Вот. У нас тут получилось забежать перед выступлением в гримерку. И спасибо большое, что пустили нас сюда. Это очень приятно. Вот. Татьяна, расскажите, пожалуйста, как ваша жизнь вообще соприкасается с футболом? Знаете, более чем. У меня муж очень такой футбольный любитель. Я даже как профессионал практически. Поэтому я периодически вынуждена смотреть какие-то футбольные штуки. Вот. Поэтому немножко в курсе. Не как он, конечно. Но что-то как-то, что-то я периодически вижу. Ну, а теперь можно сказать про новую волну. Появилось сейчас множество молодых фанатов. Вот. И как они реагируют на вас, подходят, фотографируются? Ну, это сейчас, которые совсем новые. Потому что те, которые были, они подросли, они уже взрослые. Но сейчас вот подходят дети. И я очень боюсь этого. Ой, здрасте. Да. Ну, мы знаем. Да. И я резко стала Татьяной Геннадьевной в этом году. Это вообще-то ужасно. Надо как-то бороться с этим. Да. Потому что до этого как-то нормально было. Вот. А сейчас все подбегают. Татьяна Геннадьевна, можно с вами? Я говорю, да, конечно, можно. Бабушку, дедушку тоже берите. Будем вместе, да, фотаться. А как вам футбольная аудитория вообще? Нормально. Ну, вот, когда вы выступаете перед ними, подходят то же самое? Там подбегают, фотографируются? Ну, в основном не очень часто подбегают, потому что перед матчем же все это происходит. Ну, вот сегодня готовьтесь. И народ там что-то услышал. И надо же быстрее бежать, занимать места на трибуне. Поэтому, если не подбежит кто-то, не сфоткается, я простила всех заранее. Все. На футбол. Все на футбол. Пусть поставят лайк те люди, которые смотрели «Ночной дозор». Даже я смотрела. По прогнозу, целую неделю был дождь. И обещала, что и сегодня он будет. Но какая же прекрасная погода вышла, солнышко. И я надеюсь, что это нам поможет еще. И так поднялось настроение, а после игры будет еще лучше. Можете вот так выставить, чтобы как моделька? Надо снизу. Они были вообще изначально полностью белые. То есть, Арина их еще и красила отдельно. Это на Новый год, на день рождения. На день рождения. Насколько давно родилась эта идея? Год назад. Целый год я ее носила в себе и все. Летом решила воплотить в реальность. И сколько она делалась примерно по времени? Две недели. Ребят, сейчас песня классная. Короче, мне кажется, что это самый-самый приятный вообще подарок, который может быть. Поэтому просто огромный лайк вам за это. А пока мы слушаем Мутурман, расскажите любимые песни ваши. Песня Мутурман? «Ночной дозор». «Ночной дозор у вас». А победных дочек смотрели? Все любимые. Ну, в целом, в целом весь мир шок массива. Спасибо. Привет. Привет. Это твоя девушка? Нет, это моя подруга. Твоя подруга. А какой дружеский, если у нее футболка, кепка Спартака? Она должна была ехать на этот матч с своим отцом. Но, видимо, отец в последний момент испугался смотреть, как Спартак сегодня будет проигрывать локомотиву. Полная неправда. Это правда, это правда. Вот, отец отказался ехать, но я ее позвал, чтобы поддержать после поражения все-таки. Мы болельщики добрые у локомотива. Сидима Торма, знаешь группу? Знаю. Какие песни? Ну, «Папины дочки», естественно. Ну, из сериала «Папины дочки». «Девушка Просковья» из Подмосковья. Ну, самые известные. Подожди, а сколько тебе лет? Мне 19. А, нормально. А группа «Комбинация»? «Комбинацию» знаем. Сериал уже недавно еще выходил. Ну, а вот до этого слышал про эту группу? Знал, знал, знал. А ты? Да, тоже слышал. Тоже из сериала? Да. Смотри, вот сегодня термия. Так. Как стоит готовиться к термию? Как я готовился. Давай, да, да. Я знаю всех своих друзей, которые болеют не за локомотив. Я сразу им написал. Я их подготовил к тому, что они будут плакать после сегодняшнего матча. Я был готов утешать их и радоваться за свою любимую команду. В принципе, это самое главное. И я купил билет и пришел поддержать свою команду. Больше ничего не нужно. Спасибо большое. Ну, кто победит сегодня, тот победит. Я сегодня собираюсь на какие-то льончики. Вот мне мальчик подарил монетку. Я врос лет. Я не знаю. Если что, я потом в целом обвесе буду на следующий матч. Это поле чудес. А? Это поле чудес. Поле чудес. Потом закрутки пойдут. Как нужно готовиться к дерби? Давай, Роман. Как к любому матчу, но к Спартаку намного серьезнее. Это принципиальный соперник, к которому, надеюсь, сегодня победим. Ну, а как думаете, за счет чего мы сегодня можем выиграть? За счет вас это понятно, за счет болельщиков. Леша Батраков, а потом на 65-й минуте выйдет Тимур Сулейманов. Тимур, Тимур Сулейманов, мы любим тебя. Спасибо. Хорошей игры. Расскажите, где футболочку сделали такую прекрасную? Вон там, у детского. Это у нас сегодня здесь, можно? А эмблемка? А вот это? А это прошлый раз. Вот, ребята, мы поэтому советуем приходить на матч-дей, чтобы это можно все было сделать самим. Кастомизировать. Сегодня день кастомов у нас какой-то. Пришли поддержать любимую команду. Всей семьей, наконец-то, выбрались. О, поздравляю. На прекрасный матч попали. Рассказывайте, Моторман знаете группу? Да, конечно. Она с Нижнего Новгорода. Мы, кстати, тоже оттуда приехали. Вы с Нижнего Новгорода недавно. Мы у вас были теперь. Да, да, да. Сюда мы едем поддерживать команду. Как добирались? На своей машине приехали, погуляли. Погода, конечно, с утра была вообще опасная. Мы приехали просто. Воды было. Не знаю, как матч вообще. Но все распогодилось. Все для матча есть. А песню «Победа дочки» знаете? Ну, которую вам подходит просто. Я нет. А они подпевали. Вы посадили их на локомотив. Конечно. И когда первый раз на стадион попала? На этот? Да. Ну, вот это первый раз. А, Серега, мы почином тебя. Мы очень надеемся все вместе с фанатами, с нашими игроками, что тебе понравится. Мы, короче, был мой первый выезд. За границу мы в Словакию ехали на поезде. По-моему, три дня. И вот у нас группа «Мираж» была. И вот эта песня играла постоянно в группешке. Удачи, милый, бой у нас всех. О, какой, давай, простой. Удачи, бой у нас всех. Какая версия. Мне захотелось вернуть небольшую рубрику, чтобы мы рассказывали про стадион. И мы с новой дикторской. Ты можешь вспомнить какой-то самый памятный матч? И это, пожалуйста, не чемпионство. Но вот когда ты прям орал здесь и разносил всю дикторскую. Не чемпионство. Да, ну потому что это было на поверхности. Ну, Лига Чемпионов, когда Антон Миранчук забил Баварии. Вот как сдерживать это все? А зачем это сдерживать? Что здесь было? Что здесь было? Нет, главное дать эмоцию людям, которые пришли на стадион сначала. Потом уже, когда выключаешь микрофон, можно здесь и по столу побить. И крикнуть пару ласковых слов, которые выражают всю твою симпатию к произошедшему на поле. Главное сначала людей порадовать. И быть с ними на одной волне. Это самое важное. Вот. А мне кажется, это получается. Как ты пришел к этому? Это было еще в далеком 2015 году. И я сейчас как дед буду говорить в далеком 2015 году. Главное правило только, что мне не отбирали микрофон. Ну, давай. Типа, вот ты вот так держишь, и я вот так вот давай. Господи, как будто я не знаю, как держать микрофон. 2015 год. Ладно, держи, что ли. Меня пригласили по дикторе с матч молодежного состава. Мы играли на стадионе в Перово. Ну, вроде как всем понравилось. И потом так случилось, что прежний диктор покинул клуб. Витя Степанова, большой тебе привет. Абсолютно все дела передал. Дал какие-то советы. Вот. Но первые два матча были откровенно плохи. Я прям пересматривал записи, потому что было много знакомых на стадионе, которые это все снимали. Это было прям очень плохо. И если бы так сейчас было, я бы, наверное... Но хорошо это или плохо, мне кажется, что хорошо, потому что без нервов получается хуже. Я думаю, что у футболистов же так же. Ну, я же футболистка в прошлом, поэтому скажу, что да. Недавно была история насчет кнопки, когда там выключили свет на стадионе. Вот у тебя были какие-нибудь такие казусы? Ну, я рассказывал уже много раз, что у меня была история, когда на Лиге Европы, кажется... Не помню уже, с кем играли, но это тоже какие-то лохматые там 16-17-е годы. Я чихнул в микрофон. Я объявил замену, на поле вышел Деван Динга, я это очень хорошо запомнил. У меня не отжалась кнопка, а я жутко болел, у меня там температура под 40 и так далее. Я, естественно, как бы не сдержался, и мне в рацию сразу, ты что чихаешь микрофон? Я такой, ё-моё. Да, это как бы Лига Европы, я еще на английском его там объявил, native speaker, вот это все. Ну, не, все равно хорошая история. Хорошая, есть что рассказать теперь в интервью о всяких. Вот именно. А особенно в интервью вне Ирины Подшибякиной. Я когда к тебе шла, подумала, вот если мы выигрываем сегодня «Спартак», могу ли я в следующий раз объявить? А как вот надо сказать «добрый день, Черкизова»? Ну смотри, начнем с того, что если мы сегодня обыгрываем «Спартак», а не выигрываем «Спартак». Обожаю, когда меня поправляют. Не, без этого вообще все правильно. Это обязательно, да, не вырезаем? Не вырезаем. Оставляем, оставляем. Безграмотная игра. Во-вторых, на матче с «Крыльями Советов», а это у нас следующий матч в мире РПЛ, всех болельщиков должен ждать сюрприз, как мне сказали, связанный с голосовым сопровождением матча. Это не я. Пока да. Но мы это обязательно обсудим. Я не против уступить тебе это место. Сколько нужно готовиться к этому? Ты готова. Ну, забились. Мы... Вот, все, я уже потерялась. Мы выигрываем «Спартак». Обыгрываем. Вот, все, спасибо. Не, давай заодно. Мы обыгрываем «Спартак». Или выигрываем у «Спартака». Вот, точно, все. И я объявляю... Нет, ну не состава я объявляю, я просто здороваюсь с нашим прекрасным стадионом. Все. Вот, честно. Вот, это прям... Мне стыдно, но я хочу этим поделиться. Я пять лет назад узнала, как правильно надевать или одевать. Если вы вдруг не знаете, надеваешь на себя, надеваешь другого. Надеть надежду? Ну, это да. Сегодня узнала, как... Выигрывать у «Спартака». Ждем? Ждем, чтобы они выиграли сегодня у «Спартака». Молодец. Садись мячем. Спасибо. Все, удачи. Давай. Вид у тебя прекрасный здесь. А когда закат, вообще красота. А, да. Поэтому я люблю сюда подниматься. Сегодня ДНЧ Житова. Сегодня мы все одно целое. Слава! «Старт flag» «Босogиま!» «Оторв escolом ещё, салов салов салבей законки». «Оторв waiter про это нашisto». «Оторв не peaceful». «Оторвablo в горячек» «Оторв салвийender церковался ia свет кажется頭». «Уст died?» «Оторв совы со мной в д academе». «oooo II И я об tout новом стома» «Оторв реакции надевого исполнения». Пусть видят, пусть завидуют. Вот Спартачи пусть завидуют, Динамо пусть завидуют, ЦСКА пусть завидуют, все Локомотивы пусть завидуют. Я, я вообще не против. Если сейчас выиграем, то вообще все точно будут завидуют. Поделись, пожалуйста, сказали, что вы первый раз за долгое время на нашем стадионе или вообще? Ну как я первый раз? Я могу сказать, что я входил в свое время в десятку лучших игроков Локомотива 80-х годов. Еще когда был старый здесь стадиончик, мы здесь играли, у нас шикарная команда была. Я хочу сказать, что в Локомотиве я пришел в Локомотив молодым игроком. Я из высшей лиги, я сам воспитанник ЦСКА, меня позвали в Локомотив и я перешел. У нас вот в течение пяти лет, которые я в Локомотиве играл, у нас такая шикарная команда. А сейчас я вот смотрю, я просто хочу сказать, это обстановка. И вот эти игроки, которые играют в Локомотив, мне вот напоминает наш тот Локомотив, потому что много русских игроков. И я правильно, вот, что делает Галактионов, понимаете, как я? Сейчас золотое время воспитывать наших отечественных игроков. Так что я рад за Локомотив. Локомотив. Еще и такое видит. Галевая от воспитанника Локомотива. Вот о чем я и говорю. Как получается, что мы с Борей играли здесь вместе, да. Но в Локомотиве столько времени было пройдено, что поэтапно, как мы говорим, без истории нет будущего. Да, поэтому вот эта вот аура была такая локомотивская, да. И она, мне кажется, вот передается сейчас. И с Юрием Павловичем она перешла. И очень радует сейчас и не то, что там молодые ребята, как они играют, да. То есть это сейчас, это сейчас действительно такая отдушина, отдушина. И очень приятно смотреть. А кого вы прям можете выделить из нынешнего Локомотива? Может капитана, допустим? Ну, я думаю, здесь сейчас новизны никакой не будет, да. Сейчас заявляет о себе хорошо Батраков, да. Сейчас, мне кажется, очень неплохо укрепились с центральными защитниками. Пусть они легионеры, но достаточно стала уверенная игра в этой центральной зоне. Поэтому, ну, а в общем-то, то, что у Михаила Михайловича есть, мне кажется, это игровая концепция, как команда играет. Индивидуальности только подкрепляют это все. Я сейчас как ведущая Матч ТВ. Расскажи, пожалуйста, свои впечатления после первого тайма. Ну, самый главный результат. 2-1. Сейчас уже 3-1. Да. Поэтому самое главное. Ну, я сказал, что 2-1 будет, поэтому немножко не попал. Но самое главное, что победа. Говори, 3-1, это же никто потом не узнает. Ну, нет, пока 3-1, может, больше будет. И самое главное, что команда выигрывает, хорошо играет. Пенальти, конечно, на самом деле, такой себе был. Вот я тоже, Ваня, на самом деле. Я, не знаю, повтор смотрел, но я ничего такого не уделал. Твоё доробие с протоком, вспомни какую-нибудь. Мы всегда проигрывали. Поэтому я не буду вспоминать, а серьёзно. Подожди, а ты ещё цендральный защитник, да? Ну да, всегда проигрывали. Нет, реально всё время проигрывали, по-моему. Честно сказать, перед сезоном я 100% говорил, что, ну, будет тяжело. Ну, потому что Глушь ушёл, Рифа ушёл, Иранчук ушёл. Я сказал, что будет тяжело, но... Он Влад Игнаник, кстати. Но, конечно... А он не лайк ставил. Бодраков, Бодраков, конечно, пока что, фу-фу, всех затмил. Молодец. Прям... Ну, и радует, что свои играют. Распитанники, самое главное. Потому что самая лучшая академия, поэтому я рад. Ну, что нет. Лайк, огромный лайк. Так статистику любой человек может посмотреть, и 100% самая лучшая академия. Согласна. Так, Бурлак сказал, что они «Спартак», значит, не выигрывали. Мы вот с болельщиками общались, они тоже говорят, что мы давно «Спартак» не выигрывали. И вот, наконец-то. Наконец-то. Но ещё ждём. Новая рубрика, введённая. Эксперт Ирина Прочебякина. Мы молодцы, что посток забили. Не сели в оборонку, а ещё начали создавать моменты. Очень-очень приятно за этим наблюдать. Сейчас я там буду. Я хочу это центра. С победой. Нет, будет все. Героятно. Хорош. С победой, с победой. С победой. Ну, давай, делись. Пока тяжело. Пока отдышаться пытаюсь. Слушай, знаешь, что я сегодня видел видео 2016 года, где ты в ЛПЛ забивал. Помнишь? С «Спартаку»? Ну, нет. А теперь с «Спартаку». Ты красавчик. Спасибо. Спасибо за твоё огромное интервью. Спасибо. Это было супер мило, я про твоего ребенка. А тебе есть, что фанатам сказать? Мы все на поле сказали. Мне доверили сделать кое-что важное. Как вы, наверное, знаете, Тик Музиан сыграл уже 100 матчей за Лукомотив. И вот не я. Наш клуб подготовил ему вот такой вот подарок. Как вы думаете, почему нарпу? Я волнуюсь, главное его не уронить. Надеюсь, передам тебе его точно в руки. Целости и сохранности. Тики, у меня для тебя есть подарок. Меня заставили вручить, я очень готовилась к этому. Спасибо. Это нарды тяжелые. Да, очень, поэтому не кидай его ни в кого. Хорошо, пойду угощу, ребят. Да, спасибо. Немножко спотел, ну ладно, давай. Ну, оставляй так. Ребят, ну вы понимаете, что эмоций просто внутри огромное количество. И от поддержки до игры сегодняшней нашей команды, матч дэй, все было просто топово. Вот это... Словил себя на мысли, что возвращаются те времена, когда все нереально болели за локомотив. Давайте продолжать в том же духе. Я думаю, команда нам в этом поможет. До встречи в следующем выпуске. Все, пока-пока. Ну, блин, это реально. Я просто, вот когда мы шли по стадиону, когда я видела вот этих людей, которые стояли, смотрели концерт, когда мы уже сюда заходили, когда показывали на экранах тех болельщиков, которые как бы у нас знаменитые, скажем так, и когда мы общались с ветеранами, все это вот правда возвращало в то время, когда локомотив был... Топ. Да, 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 вот как будто мы одна семья. Самох, спасибо. Воробьё, спасибо. Да, поэтому ждём вас на трибунах. Очень ждём. Чтобы мы вместе могли разделить эти эмоции. Там, кстати, до сих пор кричат. Просто уже зачашь стадиона. Спасибо.